На североказахстанских полях агрария региона приступили к работам по снегозадержанию. Агротехнический прием помогает сельхозтоваропроизводителям подготовить почву к посевной компании. Наша съемочная группа побывала в Мамлюцком районе на полях товарищества Мамбетов и Ка. Тему продолжит мой коллега. Одним из способов борьбы за сухой в растеневодстве является снегозадержание. В этом году из-за малого количества остатков ряд хозяйств приступили к этому агротехническому приему немного раньше положенного. В их числе и командитное товарищество Мамбетов и Ка. В собственности хозяйства находится 27 тысяч гектаров земли. Снегозадержание планируют здесь провести только на 10 тысячах. В основном предпочтение отдают землям, где будут выращивать пшеницу и масличные культуры. В этом году мы планируем масличными культурами засеять 5 тысяч гектаров, столько же и пшеницы. Снегозадержание – одно из важных мероприятий в растеневодстве. Считайте, от этого будет зависеть и урожай. Проводить мы их начали три дня назад. В товариществе в снегозадержании задействовали 4 единицы техники. Работа по остановке снега, конечно, очень важный процесс, но в то же время и затратный. Из-за повышения стоимости топлива отмечает главный агроном. К тому же для эффективного снегозадержания толщина покрова должна быть не менее 12 сантиметров. Конечно, очень важно проводить снегозадержание. К тому же, чтобы получать хороший урожай, мы меняем местами культуры. К примеру, если в прошлом году на одном поле сеяли пшеницу, то в этом году там будут масличные культуры. Чтобы не бояться возможной засухи, как это было последние пару лет, мы и проводим снегозадержание. Это отражается на конечном результате. Работы по снегозадержанию продлятся до середины февраля. В прошлом году сельхозтоваропроизводитель получил по 20 сантиметров с гектара. Это говорит об эффективных приемах ведения растеневодства в хозяйстве. Илья Кудряков, Амрия Кбатай, Анатолий Белонок, Служба новостей.